здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брюмер и геннадий брюмер а сегодня мы беседуем с российской журналисткой правозащитницей писателем лариатом премии золотой пирога россии ела и меркачева ела михайловна добрый вечер добрый вечер очень рада вас приветствовать и всех ваших радиослушателей сильно сама наверное известная ваша радио волна поэтому мне особенно приятно что я сегодня с вами спасибо его михайловна огромное вам спасибо за то что в это позднее для вас время вы согласились с нами побеседовать его михайловна а вот последнее время в новостях можно часто услышать о том что в той-то редакции проводятся обыски тот тот журналист арестован какие-то суды постоянно в этой связи у меня как бы два вопроса первый вопрос является ли это наступлением государства на свободу слова и второе не кажется ли вам что российское государство превращается такое полицейское государство ну во первых могу сказать что у нас на самом деле очень сильное сейчас движение в защиту журналистов но причем организована вот что называется и стихийные движения есть движение в рамках крупных журналистских организаций поэтому мы за коллег стоим прям вот прям вот что называется грудью не даем их в обиду последние обыски конечно нас напрягают а мы очень переживаем по поводу того что как только что то журналист напишет или скажет или вообще каким-то образом его его материал может где-то прозвучит это же начинается вот некое странное поведение со стороны силовиков мне кажется здесь речь даже не в целом о государстве здесь речь о том что определенные группы граждан группы чиновников группы силовиков просто используют правоохранители для того чтобы разбираться с неугодными журналистами и это плохая тенденция однако сказать что вот она проходит что называется так вот тихо повторюсь без борьбы со стороны журналистов было бы неправдой и у нас на самом деле вот даже есть специальная профильная комиссия в защиту свободы слова журналистов мы каждый раз выпускаем заявление возглавляет комиссию павел гусев это главный редактор газеты московский комсомолец и он же председатель союза журналистов москвы мы каждый раз мы обращаемся к властям делаем запросы в первую очередь конечно генеральную прокуратуру и так далее а мы президенту делали несколько докладов по этому поводу причем надо сказать что вот в последний раз когда мы встречались с президентом он услышал даже то что мы сказали насчет проблем со свободой слова проблем с журналистами и было поручение президента по итогам этой встречи другое дело как она будет исполняться не очень понятно вроде как произошли даже встречи в в крупных субъектах прошли федеральных округах где присутствовали и представители прокуратуры и следственного комитета полиции где там четко объясняли им что не нужно трогать журналистам не нужно приходить к ним домой с обысков вообще кошмарить журналистику но одно дело говорить да другое дело как это все в реальности исполняется и есть периоды затишье есть периоды когда опять активизации вот приходят и например кстати даже последнего случая когда пришли и стали обыскивать журналистов мы в принципе заговорили про то каков должен быть обыск потому что сегодня у нас масса пробелов и надо регламентировать все начиная от того там как себе должны вести полицейские во время обыска что они должны изымать что не должны изымать потому что зачастую там в ход идут разные методы и например потом оказывается что они вроде обыск проводили одного члена члена семьи а по факту изъяли все все личные вещи там гаджеты у всех остальных членов семьи что совершенно непонятно но в общем это для нас как раз повод для того чтобы отстаивать в очередной раз права журналистов для того чтобы говорить об этом и мы это будем абсолютно точно делать вот так что вы как коллеги журналисты в свою очередь старались заступаться за журналистов из других стран вот поэтому сказать что что мы молчим было бы неправдой а говорить что это впервые такое что вот все-таки впервые пришли с обыском к журналистам тоже было бы не совсем верно потому что они периодически это делают и тут всегда нужно стоять на том что мы обязаны себя опять же позиционировать как помните в советское время поговорили про четвертую власть про журналистику как четвертую власть если журналист когда тогда делал расследование даже вот уже в период перестройки обычно эти расследования был под собой имели и веские основания приводили к каким-то ощутим результатом помните сколько было серьезных увольнений там министры теряли должности не знаю там директора заводов и так далее так далее но все это повторю должно быть основано на реальных фактах да потому что у нас конечно же есть и другое течение когда псевдо журналистка появилась либо же когда руками журналистов в том числе журналисты профессиональных выполняются заказы одних групп против других групп но я думаю что это в каждой стране я всегда поддерживаю связь с коллегами не только из европы со всеми остальными у нас даже есть такой всемирный конкурс где я являюсь членом жюри всемирный конкурс журналистики когда получаю работу журналистов для того чтобы их оценивать я понимаю что проблема с этим у журналистов в мексике огромные проблемы я не говорю там про ирак иран а там за про африку и так далее во многих европейских странах эту проблему стать серьезно актуально есть гонение на журналистов в азии и так далее то есть это наша общая проблема хорошо что мы об этом говорим я у них а вы как журналист одна из немногих которые занимаются пениценарной системой россии часто взаимодействуете с федеральной службы исполнения наказанием такой прямой вопрос сколько сегодня людей сидит в российских тюрьмах если какая-то статистика да конечно статистика есть на сегодняшний день у нас порядка четырехсот шестидесяти тысяч человек цифра в принципе большая но я поскольку мониторе наши тюрьмы уже последние 10 лет могу сказать что это количество сократилось ровно в два раза то есть раньше было больше миллиона и я помню когда я как член унк приходила в московские сизо в бутырку в легендарную в матросскую тишину это самый известный наверное сизо во всем мире и я видела как там например в камере который рассчитан на 10 человек там было 25 человек разумеется все лишние так называемые заключенные спали либо на полу либо они пили такие гамаки и от этого были было масса проблем связанных с условиями содержания разумеется там была духота разумеется там зачастую просто было даже невозможно но в такой тесноте находиться потому что все время касались друг друга телами не хватало и пищи в то время вообще некачественная была еда в общем все все что касалось условия содержания это было пыточно сейчас сизо наши разгрузились колонии наши разгружены то же самое и поэтому снова плюс еще конечно в бюджете стоит больше денег выделять на то чтобы содержать заключенных в нормальных условиях поэтому можно сказать что вот все таки вот уменьшение количества наших арестантов оно привело автоматически к тому что улучшилось качество содержания и он михауна еще вот такой вопрос вы проходили свидетелем по убийству бориса немцова в пятнадцатом году это очень тяжелая история для многих как вы вообще считаете те кто осуждены по убийству бориса бориса немцова это именно они сделали или все-таки это прикрытие для кого-то более лев стрелочники до что они стрелочники как если вы можете ответить в общем если бы вы не тут я понимаю да смотрите я материал дела не видела но из того что я как журналист пыталась для себя понять а все-таки я полагаю что эти люди даже если причастны то скорее всего не стрелочники вот говорить что это вот те самые заказчики было бы смешно вот это мое убеждение она видите получается что она по сути опровергается решением суда но вот это мое такое убеждение что не могли эти кстати могу сказать не очень образованные люди да люди которые скорее случайно оказались там в москве не могли они вот затеять то что в итоге произошло все-таки это убийство страшное мы до сих пор скорбим и у нас есть типа мост памяти бориса немцова мы обязательно все даты всегда помним дата его смерти до от рождения его это было на самом деле трагедия для для очень-очень на конечно его михауна один из самых спорных вопросов кстати не только в россии но и во всем мире от отношения к смертной казни ваше отношение к смертной казни и как вы считаете почему так называемые чикатилы на сегодняшний день не получают того наказания которого они заслужат а я имею ввиду исключительную меру наказания и почему государство должно содержать этих людей правильно ли это во первых могу сказать вам что у нас сегодняшний день в колонии для пожизненно осужденных содержится 2000 человек сказать что все они монстры маньяки педофилы убийцы тяжкие было бы неправильно я просто объехала все эти семь колоний кстати результатом стал большой труд книга которая называется град обреченных я была в каждой я беседовала с разными категориями этих осужденных по жизненному сроку могу сказать что многие получили ту самую высшую меру а это высшая мера за преступления бытовые кто-то не знаю там по пьяни есть люди которые получили там только за одно убийство понятно что все равно погиб человек понятно что это трагедия для его семьи но тем не менее это речь про то что это вот не те самые неисправимые до монстры с которыми невозможно было бы дальше общество никогда жить и в любом случае они изолированы по колонии для пожизненно осужденных это не лучшее место а у нас в обществе к сожалению вот я вижу его с такой настрой я так понимаю что в америке эти во многих штатах смертная казнь практикуется и мы недавно да мы недавно обсуждали на жуткую вещь когда нам рассказывали что читали мы в из прессы мировой о том что газовую установку купили на в одном из штатов для того чтобы применять смертную казнь и вот путем как раз того чтобы людей помещать в эти газовые камеры практически как делали нацисты но это все на самом деле мне кажется очень страшно и недопустимо и я надеюсь что никогда у нас не вернется смертная казнь в россии буду делать для этого все что вообще в моих силах почему потому что я полагаю что гуманное общество общество цивилизованно не может убивать себе подобных чтобы они не совершили у нас есть все инструменты для того чтобы их изолировать есть инструменты чтобы за ними наблюдать изучать от почему они появились даже если они монстры они ведь выросли в нашей среде они были среди нас что где был сбой в генетике воспитания в образовании что произошло такого что эти люди стали убивать что произошло такое что они стали насиловать издеваться и в это я говорю повторюсь это те которые совсем уж монстры в монстры но большинство же абсолютно большинство людей это просто преступники совершившие действительно тяжкое преступление которые просто остаются изолярllent до конца своих дней и я на сегодняшний день не знаю ни одного пожизнено осужденного, который бы освободился по УДО, это условно-досрочное освобождение. У нас были случаи, когда кому-то переквалифицировали срок, то есть пожизненный срок заменили на какой-то реальный, и тогда он выходил. Это единичные случаи. Но кто-то, чтобы вышел из пожизненников, такого не было. Все они, у всех у них одна дорога, это на кладбище. Поэтому, кстати, при многих колониях есть такие погосты, хоронятых в безымянных могилах, для того, чтобы вдруг там какие-то, не знаю, поклонники всяких чикатило не приходили, не совершали там обряды или вандализма, чтобы не было. Так что участь их печальна, судьба их предрешена, и этого достаточно для того, чтобы общество успокоилось. Нет смысла никакого их убивать. Знаете, я недавно вам советую, если будет возможность, пообщайтесь с потрясающим человеком. Это парень, бандит 90-х. Он вместе с братом, с родным братом был в одной из самых крупных банд в Чите. Так вот, их обоих приговорили к высшей мере наказания, к смертной казни. И они сидели в одной камере в ожидании смертного приговора. Им сделали исключение, обычно подельников, тем более братьев, не садят в одну камеру, но решено было, раз все равно их сейчас расстреляют, пусть побудут вместе. И вот они сидели в этой камере в ожидании расстрела полтора года. Каждый день их могли вывести. И при них там выводили других из камеры, расстреливали, они знали, что вот это случится. Вот они рассказывали, как они жили в ожидании этого ужаса. Мне кажется, вот то, что общество таким способом пытало, по сути, государство пытало этих людей, это страшно. Но закончилось хорошо, потому что указом президента Бориса Ельцина они были помилованы, и тогда же ввели в мораторий на смертную казнь. В итоге одному брату дали пожизненный срок, а второму брату дали конкретный срок младшему. Так вот, этот парень освободился почти 10 лет назад. И вот за эти 10 лет что с ним произошло? Он стал известным бардовским музыкантом. Он не просто не думает о преступлениях, он настолько верующий, настолько в своих песнях призывает людей думать о добре, о справедливости, о том, чтобы проявлять милосердие. У него замечательная семья, прекрасная семья. Вот он творит. И я сейчас понимаю, что как могло поступить гуманное общество? Вот дав ему жизнь, дав ему возможность начать новый путь. Было бы хорошо, если бы мы его расстреляли тогда? Нет, я не думаю. Вы, кстати, когда будете задаваться вообще этой темой, хорошо бы искать таких людей, потому что через общение с ними начинаешь очень живо понимать, что это самое было правильное решение, которое принято. Все-таки отказ от смертной казни. Пожизненный срок. Это страшно, это также страшно. Общество может успокоиться, что эти люди изолированы, они несут наказание. Но это не выглядит как месть, потому что когда расстреливают, вешают в итоге, это ведь месть по сути общества. И знаете, я когда разговаривала с этим парнем, я у него спросила, как он относится к смертной казни. Почему люди радуются сейчас за нее? У нас по результатам опроса общественного мнения каждый год повышается процент тех, кто хочет вернуть смертную казнь. Так вот, он сказал такую интересную фразу, он сказал, говорит, выглядит это так, как будто бы собрались добрые люди и сказали, а давайте убьем всех злых. Это про это. Понимаете, про то, что мы не можем сами считаться людьми, не убийцами, если мы продолжаем убивать, пусть в качестве мести, тех, кто совершил тяжкие преступления. Ева Михайловна, продолжая эту тему, я просто хотел бы уточнить. Ведь, в принципе, есть преступления, будем так говорить, против детей. Что может быть омерзительнее преступления против детей, допустим, против женщин беременных. То есть, есть преступления, которые оправдать вообще никак нельзя. И у меня такой вопрос. Да, понимаете, родственники этих людей, вот мне просто интересно понимать, потому что мы не говорим сейчас об обществе, мы говорим об отдельных людях, понесших трагедию, которые, значит, понесли трагедию в своей семье. Как им к этому относиться, потому что, как мне кажется, у меня самого дети, тьфу, все нормально. А как им относиться к тому, что этот человек, совершивший в отношении, ну, будем говорить, их детей преступления, находится... Продолжает жить. Продолжает жить, продолжает, будем так говорить, питаться, вести нормальный образ, ну, как бы нормальный образ жизни, хоть и за решеткой, но все-таки. А вот их него ребенка нету. Вот как бы вот это моральный аспект. Моральный аспект, да. Спасибо, Ибогин. Да, я про это очень много думала, если мы вообще говорим о педофилах и о преступниках, которые совершают преступления против детей. Я изучала их в рамках вот этого своего проекта, да, когда объезжала колония для пожитных осужденных. Я пришла совершенно к четкому выводу, что все эти люди психически больные. Все, абсолютно все. И я потом общалась с очень многими психологами и психиатрами, клиницистами, которые совершенно уверены, что нормальный человек со здоровой психикой не может совершить сексуальное преступление против ребенка. Вот просто не может. То есть это человек априори больной. Но при этом он вменяемый, поэтому он попадает под статью Уголовного кодекса, и он должен нести наказание. О чем это говорит? Вообще, кстати, есть такая интересная статистика, она, насколько я знаю, мировая. 97% педофилов совершают повторное преступление в первый год после своего освобождения. Это как раз подтверждает теорию того, что они больные люди, и если их не лечить, а вообще не факт, что их можно вылечить, то они обязательно совершают повторное преступление. Поэтому всех этих людей однозначно нужно изолировать, желательно до конца своих дней. Что касается этих педофилов. К сожалению, у нас были дела фейковые, дела заказные. Когда человек обвиняли в педофилии, на самом деле педофилом он никаким не являлся. Но мы сейчас эту сторону отбросим, потому что вот как раз, повторюсь, под такой каток подпадают и люди, которые добропорядочные, которые никогда бы не подняли руку на детей. Но тем не менее, такое случается. Но берем истинных педофилов, настоящих, которые совершенно точно сделали то, что они сделали. Есть там у меня провержимые доказательства, там записи видеокамер, ну вот все что угодно. Вот смотрите, этих людей, на мой взгляд, надо изучать, потому что, повторюсь, они больные, они психически нездоровые. И я, например, видела, как они в процессе отбывания наказания превращаются практически в овощи. Они начинают не понимать, где они находятся, не понимать, кто они, что они сделали. Я видела таких людей, я их описываю, кстати, в своей книге. Так вот, их бы изучить и понять, где происходит вот как раз вот эта болезнь, где она зарождается, когда ее можно вычислить. И, возможно, мы потом бы придумали такие тесты, и мы бы выявляли вот эту педофилию уже у подростков. Да, ведь, кстати, в советские годы был самый страшный педофил, жутчайший педофил, подросток, ему не было и 18 лет. Он убивал и насиловал маленьких детей. Его расстреляли, кстати. Тогда исполняли смертные приговоры. Но, в общем, это все случилось. Так вот, я думаю, что если бы все-таки мы их изучали, если бы мы использовали то, что они с нами изучали бы, то это была бы возможность нам в дальнейшем этих преступлений не допустить, предупредить, вычислять эти отклонения, научиться их лечить, если это возможно, если невозможно уже в юном возрасте этих людей изолировать максимально. Так бы мы с вами оберегли этих детей. От того, что мы убьем педофила, ничего не изменится. Потому что он совершил то, что совершил, и появится другой педофил. Мы так и не поймем, что делать с этим дальше. И мы просто отомстим. Это вот будет жизнь за жизнь. Понятно, что эта тема болезненна, особенно для родителей. И я сама мама, я вас прекрасно понимаю. Но решить ли это что-то? У нас было несколько движений по борьбе с педофилами. И я, на самом деле, всегда их поддерживала, считала, что это очень здорово. Они отловили большое количество педофилов. И, может быть, благодаря им огромное количество детей было спасено. Но, что касается того, когда вот поймали педофила, я считаю, он должен нести наказание по закону. И закон не должен быть в данном случае каким-то диким. Мне кажется, когда мы убиваем в ответ на убийство, это дикость. Это нас куда-то отправляет в далекие времена. Вот тогда, когда цивилизация находилась на уровне другом развития, мы сейчас все-таки должны говорить про гуманизм, про милосердие, про то, чтобы развивалось общество. Ева Михайловна, задам вам такой, вы журналисты, и задам вам лингвистический вопрос. Когда-то давно мы слушали с братом в Советской Армии и слышали часто такую фразу «Я тебя научу Родину любить». В этой фразе буквально все слова очень хорошие и прекрасные, но сама фраза звучит как угроза. Как бы вы вообще обосновали вот это слово? Потому что в английском такой фразы я искал, нету ничего подобного, чтобы... Высказывания нету. Как бы вы вот к этому отнеслись? Да, насколько я знаю, эта фраза же ведь появилась во времена дедовщины, когда процветала дедовщина, и речь-то идет о том, что как раз когда мы понимаем военные уставы, мы понимаем, что такое армия, не знаю, были ли вы когда-нибудь в Советской Армии, ну вдруг, все-таки радио-то русское, хотя бы хоть оно не в Чикаго, вдруг вы проходили. Проходили службы в армии? Мы в Советской Армии, да. Мы служили в Советской Армии. 30 лет назад мы служили в Советской Армии, да, поэтому мы часто слушали. Да, тогда эта фраза для вас ведь что означала? Эта фраза означала, что будет совершено некое такое, ну, насилие, не в том смысле, про которое мы говорили, о том, что придется выполнять какой-то приказ, о том, что придется там делать то, что не хочешь, да, там, не знаю, драить полы, там, бегать 20 километров с амуниции и так далее. Правильно? Это ведь скорее об этом было? Да, конечно, конечно. Да, для вас это было так, поэтому эта фраза, она как раз и появилась, она означает, что заставить что-то делать принудительно. В этом коллизия, потому что вроде как заставить любить себя невозможно, правильно? Ну, конечно, конечно. Как можно заставить кого-то себя полюбить? Да, можно заставить там себя, не знаю, уважать, можно заставить там, все что угодно, но не любить, потому что любовь – это это то самое чувство, которое исходит изнутри. И оно не подвержено тому, что кто-то хочет, чтобы кто-то его любил, или кто-то хочет заставить. Нет, оно все, оно про другое. И заставить любить, повторюсь, невозможно, поэтому эта фраза как раз показала, так сказать, то, как навязывались какие-то вещи, навязывались какие-то идеи. И, наверное, она переходящая, ее много раз будут использовать. Заставить любить, повторюсь, никого нельзя. Ева Михайловна, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Очень интересно. Не отключайтесь, мы продолжим наш разговор. Спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания, радиостанции «Народная волна Чикаго». Ее ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с российской журналисткой, писателем, правозащитником Евой Меркачевым. Ева Михайловна, вы с нами. Я с вами, да, еще раз приветствую всех наших слушателей. Очень приятно, повторюсь, быть с вами в эфире. Спасибо большое. Сразу такой вопрос. А хотел бы спросить у вас о самом известном сидельце, такое слово в кавычках сиделец в России, о Михаиле Ефремове. Его история в прошлом году, конечно, всех потрясла. Но вы знаете, к сожалению, мы не увидели сочувствия к этому сложному достаточно человеку в обществе. Вообще, что с ним сейчас происходит, если вы знаете, конечно. Хотелось бы больше информации, потому что ее не так много. Ну, во-первых, я вам скажу, что все-таки сочувствия в обществе было достаточно, поэтому тут вы зря. Конечно, люди разделились на две группы. Одни считали, что то, что он сделал, недопустимо. Другие говорили, что, собственно, надо делать скидку на какие-то вещи. Что лично мне во всей этой истории понравилось, потому что суд, на мой взгляд, был максимально объективен. То есть он не апеллировал к тому, что человек известный, что действительно множество заслуг. Он просто рассматривал преступление как таковое. Это очень хорошо, потому что вот когда судья судит, что называется, деяние, да, это важно. Потому что мы понимали, какое давление серьезное наказывалось на суд и с одной стороны, и с другой стороны. Очень долго мы следили за этим процессом. На мой взгляд, много дали Михаилу и Ефремову, могли бы дать меньше. Но здесь уж эта история связана с защитниками, с его адвокатами, которые очень постарались для того, чтобы он получил такой большой срок. Потому что я была в колониях, где люди по таким же обвинениям, как был Михаилу и Ефремову, за совершенно аналогичное преступление. ДТП в пьяном виде, одна жертва, получали либо условный срок, либо они оказывались в колониях поселения, потому что получали небольшой срок, там, 3-5 лет, но это колония поселения, необычная. Михаил Ефремов получил срок реальный, и он в обычной колонии общего режима. А сейчас он находится в Белгородской области. Это достаточно известная колония еще со времен, когда там были футболисты Кокорин и Мамаев. Напомню, они попали туда после пьяной драки, тоже общество разделилось на две части. Одни говорили, нужно дать им по максимуму, другие говорили, давайте их пожалеем, это молодые, талантливые люди. Но в итоге они оказались в той Белгородской колонии, я к ним туда приезжала, там у них брала интервью. Колония, кстати, такая футбольная, и начальник любит играть в этот вид спорта. Так что футболисты там были, что называется, на своем месте. Но они работали, были упаковщиками, делали из картона такие упаковки, которые дальше шли на производство. Но, собственно, ничего с ними такого не происходило, экстраординарного. Не было у них никаких льготных условий. Относились к ним заключенные абсолютно одинаково, как ко всем остальным. В общем, ничего такого с ними не происходило. Такая же история приключилась с Михаилом Ефремовым, который, по сути, занял, что называется, свободные нары. После одного из футболистов, которые сейчас, слава богу, на свободе играют. Михаил Ефремов в этой колонии тоже работает на производстве. К сожалению, он не стал завклубом. Мы очень надеялись, что он создаст там собственный театр. Но, может быть, это дело времени. Может быть, он все-таки проект реализует. Когда я его видела еще в московском СИЗО, он говорила, что у него есть мечта сделать большой народный тюремный театр. Мне кажется, эта мечта потрясающая. И если этот проект когда-нибудь будет реализован, это будет совершенно фантастический проект. Потому что в каждой абсолютно колонии есть талантливые люди. И вообще там нужно как-то им зачастую время проводить. Им можно развивать душу, развивать интеллект. И вот как раз в театрах таких, которые они сами создают, где-то создают, где-то мне разрешают, это возможно было бы сделать. И хорошо бы, чтобы у этих театров просто была какая-то единая стратегия, чтобы такой человек, как Михаил Ефремов, который знает всю подноготную театр, мог бы подсказывать, какие пьесы лучше ставить. Может быть, писать для них сам какие-то произведения и так далее. Ну и, разумеется, наставлять. Сразу понятно, что он может быть режиссером только одного театра в одной колонии, в той, которая отбывает наказание. Но, тем не менее, проект мог бы быть всероссийским, распространиться абсолютно на все наши исправительные учреждения. И если бы в каждой тюрьме появился театр, в рамках этого проекта Михаила Ефремова, мы думали, что у нас была бы прям отличная ресоциализация заключенных. И там, поверьте, очень много талантов. Я однажды встретила в одной из колоний уголовника. У него было несколько сроков. Он сидел там много раз. Но как он талантливо играл. Он никогда до этого ничем не занимался. Не рисовал, не пел. Но вот, получив очередной срок, по-моему, за кражу или за грабеж, небольшой срок, он снова оказался в колонии. И вот там открыли театр. И он решил себе попробовать как актер. И это было просто фантастически. Этот человек, который там, повторюсь, есть в наколках, да, вот видно даже по тому, как он разговаривает, что он прошел тиреном университеты. Но как он играл, как он душу все отдавал, это было потрясающе. Это просто фантастически. Я вообще считаю, что этого человека после освобождения вполне могли бы взять профессиональный театр, потому что он был бы на своем месте, он мог бы там играть в те роли, которые никто, кроме него, не сыграет. Ева Михайловна, в советское время были два таких замечательных многосерийных детских фильма «Кортик» и «Бронзовая птица». Главного героя мальчика Мишу сыграл очень талантливо Сергей Шевкуненко. Трагедия этого человека огромная. В 17 лет он получил первый срок на год и, как говорится, пошло и поехало. В 95-м году он занял очень высокое положение в уголовном мире и в 95-м году его убили вместе с его мамой. У меня такой вопрос. Если бы в 17 лет, когда его судили за пьяную выходку в отношении партийного человека, его не посадили, может быть, его судьба бы сложилась по-другому. Из тюрьмы можно выйти человеком, который начнет вести абсолютно нормальный образ жизни? Я имею в виду, из российской тюрьмы. Все зависит, на самом деле, от того, ждут ли человека дома. Вот если он потерял социальные связи, если у него нет квартиры, если у него нет жены, матери, если он не может устроиться на работу, все, можно сказать 90%, что он вернется обратно в колонию. И я таких людей тоже часто встречаю. Они говорят, что вот вышли на свободу и осознали абсолютно, что они не могут встроиться в новое общество. За то время, что они сидели, мир изменился. Появились там уже новые гаджеты, какие-то новые системы электронные и так далее. На работу их не брали, потому что по базе данных сразу пробивали и выясняли, что человек только что из колонии. Ну и какому работодателю хочется вот такой, как они называют, преступный элемент к себе брать в штат. Поэтому эти люди оказались не уделы. И если у них не было семьи, не было поддержки, то все это прям прямой путь обратно. Это большая проблема. Все, конечно, еще зависит от уровня образования человека. Если он попал за решетку, будучи образованным, и у него была профессия на воле, профессия действительно какая-то хорошая, инженер он был, экономист, он был бухгалтером, то освободившись он может себя еще как-то реализовать. Если же он был чернорабочим, если же у него среднее образование, какая-то специальность, не пользующаяся большим спросом, то велика вероятность, что он, повторюсь, опять вернется. И, как я уже говорила, это проблема номер один на сегодняшний день. Мы разрабатываем закон апробации. Я очень надеюсь, что он появится. В этом случае, что мы предлагаем, мы правозащитники, мы хотим, чтобы человека вели, и чтобы, когда подходил срок его к его освобождению, примерно за полгода, за год, с ним стали сотрудничать разные НКО-организации. И они бы ему уже подбирали рабочее место, они бы уже помогали делать ему все документы, они бы разбирали систему, есть ли у него жилье. Если жилья нет, то, например, квартиру он потерял, чтобы помогали ему вернуть эту квартиру и так далее, и так далее. Чтобы они помогали ему образование получить, если такового, опять же, не было. Соответственно, вот этот человек мог бы выходить уже из колонии, имея полный пакет документов на руках, имея представление, куда он идет, где он будет жить и где он будет работать. И были бы договоренности с работодателем, что он его берет. Вот если бы это все у нас заработало в полной мере, я уверена, что рецидива бы не было. Хотя есть некоторые категории граждан, маргинальных граждан, с которыми можно возиться как угодно, но которые просто живут по принципу украл-выпил в тюрьму. И тут надо понимать, что они всегда были, есть и останутся. Другое дело, что мы можем сократить количество таких людей, но, тем не менее, совсем, наверное, убрать из нашего общества нам пока не удастся. Те, конечно же, будут возвращаться, потому что пристроить их на работу сложнее, потому что они не хотят ни работать, они не хотят ничем заниматься. Им нравится вот та жизнь, которую они вели. И, в принципе, тюрьма их как таковая устраивает. Но вот, повторюсь, мы говорим не про них, не про этих маргинальных граждан, мы говорим про тех, кто попал в первый раз, вот как, к примеру, привели актера. Скорее всего, это все-таки была ошибка, ошибка молодости. И если бы им занялись серьезно, если бы у него были все возможности для того, чтобы все-таки по-другому начать жизнь, может быть, она была бы по-другой. Но это мы сейчас, вы знаете, мы так рассуждаем, потому что это вот, по большому счету, это судьба. Я верю в то, что человек выбирает, какой жизненный опыт он должен пройти на этой земле, в этой жизни. И, может быть, вот он должен был так пройти вот эти круги ада. Для чего? Вот сложно сказать. Какой-то опыт получить. Что это был за опыт? Вот, может быть, он хотел нас всех встряхнуть и показать, каково бывает, как и дети известных людей, и сами, будучи известными, могут в итоге оказаться за решеткой, могут в итоге вести преступный образ жизни, который закончится тем, что вот их похоронят на кладбище. Ева Михайловна, какую роль сегодня играет церковь в отношении всей вот этой системы? Известно, что в отношении РПЦ сейчас очень много критических стрел летит, и в частности в отношении патриарха. Как вообще, какую роль играет церковь? Ну, вообще у нас в каждой колонии есть небольшой храм. В каждой колонии абсолютно. Я даже не знаю тех, где бы этого ни было. Есть такие храмы даже в колонии для пожизненно осужденных, про которые мы с вами сегодня говорили, о которых упоминали. В СИЗО у нас есть, во многих в СИЗО есть храмы, и туда приходит священник, который проводит службы, исповедует заключенных. Проблема была с коронавирусом. Вот тогда священников не пускали, заключенных в храмы на службу не выводили. Но это вот такая, надеюсь, проблема временная, и все-таки потом все будет налажено. Сейчас уже стали потихонечку выводить, но это все равно мало. Например, берем СИЗО, где 2000 человек. Почти все хотят, чтобы их вывели в храм хотя бы раз в месяц. Сделать это не получается. В силу объективных причин, еще плюс ограничения из-за ковида, в итоге люди, конечно, сидят месяцами, они не видят священника, они не могут помолиться в храме. Ну, а это вот, что называется, такие сейчас испытания. А в принципе, могу сказать, что дорога для священников в нашей тюрьме открыта. Это я говорю абсолютно точно. У нас, например, даже в ОНК есть священник, он окромляет бутырку, нет, не бутырку, матросскую тишину, то есть он там проводит церемонии, и в то же время он сам проверяет другие изоляторы. Ходит вместе с нами, проверяет, он понимает, где нарушение прав заключенных может заключаться, но не только в том, что им там не допускают их в храм, или как-то препятствуют их отправлению их религиозных обрядов, нет, а в целом он может мониторить, он, повторюсь, разбирается во всем этом. И это здорово, потому что священники у нас в разных, бывает, правозащитных организациях, они одни из самых активных, они одни из самых, скажем так, каких-то нацеленных, горящих. И всегда, если священник есть среди правозащитников, он зачастую будет других агитировать, там, давайте проверим, давайте заступимся, давайте кого-то спасем. У нас вот в Бутырке был священник, он, собственно, и есть, Коблев его фамилия, удивительный святой отец, который ходил по разным передачам, телепередачам, по радио, в защиту заключенных. К нему они приходили на исповедь, и вот, например, один, когда парень пришел, он исповедовался, а потом попросил помощи. Он рассказал, как его задержали, и это было совершенно незаконно. И это действительно так. И священник был до души возмущен, что вот парню не дали, он как раз только освободился, а ему подбросили потом телефон, и тут же схватили его, и дали ему за решеткой, пытались дать ему другой срок уже за якобы кражу телефона мобильного. Хотя кража никакой не было. Это как раз история про то, что зачастую быстренько полицейские находят себе ради палки, жертвы среди бывших уголовников, как они считают. Так вот, этот святой отец бился за этого заключенного с таким энтузиазмом, с такой силой. Это что-то было невероятное. И я помню, меня поражалось совершенно. Я на каком-нибудь передаче выступаю, тоже в защите этого заключенного, и тут же священник говорит свои слова, и его подключают к прямому эфиру. В том числе прям это было у порога, у ворот изолятора. Это как раз про то, что священники и могут, и должны проявлять свою гражданскую позицию, и выполнять даже миссию большую гораздо, чем им определяет закон, например, как духовникам, как наставникам храмов каких-то при вот таких учреждениях. Яла Михайловна, можно ли говорить о том, что в России существуют политические заключенные? Ну, в уголовном кодексе вы не найдете ни одной статьи, которая бы говорила, что у нас есть политическое преступление. Ни одной ссылки на такую статью. Говорить о том, что есть категория политических заключенных, стоя активно после того, как задерживают людей на одиночных пикетах. Это большая история. Конституционный суд признал, что люди имеют право стоять в одиночных пикетах, и это нормально, как-то человек против чего-то протестует, когда речь идет не о массово, повторюсь, а в одиночных пикетах. Однако у нас был Эльгар Дадин, который получил одним из первых срок, и был отправлен в колонию за одиночный пикет, за участие, неоднократно, но в пикете одиночном. И, собственно, его стали называть политическим заключенным и так далее. И пошла категория дел, которые были связаны с тем, что людям вменяли ту или иную статью, хотя они были активистами, хотя они пытались высказать свое мнение, говорить про это. И вот, собственно, с этого всего и началось, я думаю. Хотя терминология политический заключенный, она активно используется во всех странах. Я пыталась тоже изучать этот вопрос. И говорили про политических заключенных в США. Вот мне даже, кстати, интересно, насколько часто сейчас у вас используют эту фразу, и по каким категориям дел. Мы можем использовать эту фразу, будем так говорить, государство никогда, американское, не признает, что люди такие есть, но мы можем об этом говорить после событий прошлого года, я имею в виду, даже связанных с Капитолием. Тут есть политический подтекст, и тех людей, которых арестовали, тут есть, мы можем это утверждать, есть вот именно политическая составляющая. А, но до Капитолия, наверное, все-таки были тоже люди, которые относились к этой категории, или другие считали, что вот это политический заключенный, когда о них говорили. Смотрите, а в советское время была Анжела Дэвис, да, и в Советском Союзе ее представляли именно как политическую заключенную, хотя преступление было абсолютно уголовным, и, как говорится, к политике это не имело никакого отношения, то есть это уже было примазано так. Поэтому сегодня эта, кстати, дама преподает, если не ошибаюсь, в Калифорнийском университете, довольно известный профессор, но это политика была в то время. Да, у нас до сих пор звучат иногда в наших судах вот этот лозунг «Свободу Анжели Дэвис». Анжели Дэвис. Да, это как такой троллинг, его некоторые заключенные, которые считают себя политическими, выкрикивают в зал суда. Ну, это такая больше шутка даже, да, больше шутка, но фразу эту помнят все. Ну, вот, собственно, у нас такая же история, такая же ситуация, поэтому, да, термин используются, но, да, никогда власти не скажут, что у нас есть политические заключенные. И это, повторюсь, нигде в законодательстве не прописано. И Уголовный кодекс, главные документы, ему, кстати, вот исполнилось 25 лет, совсем недавно. Мы по этому поводу встречались с авторами Уголовного кодекса, чтобы разобраться, что в нем не то, как он изменился за эти 25 лет. Так вот, они тоже говорят, что нет в нем, не то, что даже статьи, в нем нет ни строчки, а про то, что вообще может существовать такой вид преступления, как политическое. Ева Михайловна, вот вы, красивая молодая женщина, могли бы заниматься, например, светской хроникой, или, ну, скажем, модой, или спортивными соревнованиями. Вы прекрасный журналист. Я напомню нашим слушателям, что вы золотой пирой России 17-го года, и вы журналист МК. почему вы занимаетесь вот конкретно этой темой? Все-таки это очень тяжелая и неприятная тема. Определенная специфика. Специфика. Что вам дает силы и вообще желание вот этим заниматься? Ну, я на самом деле с самого начала, как только стала журналистом, занималась расследованиями, серьезными журналистскими расследованиями. И рано или поздно каждое расследование приводят в тюрьму, потому что герои моих публикаций либо оказывались в тюрьме, либо уже сидели там. и вообще любое преступление, оно подразумевает, что рано или поздно наступит наказание. Это так сложилось, но я, на самом деле, больше была, в общем, за то, чтобы преступники, вот, наверное, на той позиции, на которой вы сейчас находите, чтобы преступники вот были по максимуму наказаны, максимально, чтобы все было жестко. Я и тогда даже была против смертной казни, но была за максимальное ужесточение и совсем не понимала, когда кто-то говорил, вот там плохо в СИЗО или вот какие-то там непонятные условия в колониях. А потом я эту точку зрения пересмотрела. Так сложилось, что я сделала несколько репортажей о наших тюрьмах. Тогда я не смогла понять полностью картину, которая там происходит, но несколько следующих расследований журналистических было посвящено именно тому, как внутри наших тюрем вымогали, пытали, убивали. Это меня настолько потрясло, потому что вот люди оказались там за преступление. Они несут наказание. И получается, что в отношении них совершается преступление подчас гораздо более тяжкое, гораздо более серьезное, чем совершили они. И все это на глазах у других. И получается, что это вот такая, я даже не знаю, как это выразиться, это настолько меня потрясло, что такое может быть в принципе. Я помню некоторые, те, кто освободились и приходили ко мне в редакцию, они рассказывали, как их насиловали, например, как с них вымогали большие суммы денег, и их близкие вынуждены были продавать все, что у них было, брать кредиты, только для того, чтобы платить вот этим преступникам. Зачастую там был криминалитет, который сросся с оперативниками, поплатить деньги, чтобы этим заключенным жилось лучше. Это меня действительно очень сильно потрясло. В то же время я узнала об историях, когда за большие деньги заключенные, даже совершившие серьезные преступления, могли жить в наших тюрьмах просто вот так же, как на воле. И я помню большой резонанс имела одна моя публикация, когда заключенный освободился, это был московский банкир, освободился из колонии, он приехал и рассказал, как он сидел в колонии и сколько ему это стоило. В колонии у него было вообще все, что угодно, он мог покидать территорию колонии в сопровождении сотрудников, они возили его в рестораны, они возили его в Москву на какие-то бизнес-встречи, то есть он вел совершенно обычную жизнь. То есть никакого наказания по сути не было. И я когда все это проанализировала, поняла, что что-то не так с нашей пенитарной системой, и вот появилась возможность участвовать в обсуждении темы о ее реформе, тогда это был даже не предыдущий начальник пенитарной системы, а еще раньше там, то есть сменилось после этого еще двое или трое даже. И мы обсуждали как общественники, как журналисты, что можно сделать с тюрьмой, чтобы вот всего этого там не происходило, чтобы этого ужаса и ада там не было, что наши люди, даже те, которые совершили преступление и осуждены заслуженно, они все-таки не осуждены на пытке, они не должны жить в такой жути, потому что это опасно в первую очередь для нас с вами. Если такой человек освобождается, у него агрессия настолько велика, он настолько сословлен с психикой, что скорее всего он потом будет опасен потенциально для любого из нас. А ведь мы этих людей встречаемся, рано или поздно любой срок заканчивается, кроме пожизненного, и мы встретим этих людей на улице, наши дети их встретят, мы встретим их в магазинах, там где угодно. И это очень опасно для нас. Вот если такие изнасилованные, изуродованные придут, они начнут мстить нам в первую очередь, потому что мы это допустили, потому что мы молчали, мы не знали об этом или не хотели знать. И поэтому я для себя приняла решение, что буду изучать эту тему и сделаю все, чтобы были человеческие отношения к людям. Особенно это касалось СИЗО, потому что человек в СИЗО находится до приговора, и огромное количество там людей могут быть невиновными. Повторюсь, еще никто не доказал, что они совершили то преступление, в чем их обвиняет следствие. А уже самые тяжкие преступления в отношении них самих совершаются. И вот тогда я как раз, повторюсь, стала участвовать на общественных началах, в различных мероприятиях, которые были про реформу уголовно-использовательной системы и попала в ОНК. ОНК это уникальный правозащитный институт, когда человек получает мандат, и этот мандат ему позволяет ходить в пределах его региона в любое место принудительного содержания. Это могут быть полицейские участки, это могут быть СИЗО, колонии, тюрьмы, это могут быть ИВС разные, ну самые разные учреждения, миграционные центры закрыты. И вот когда я это получила, этот мандат, я стала ходить чуть ли не каждый день, я стала видеть все своими глазами, много об этом писала, рассказывала, потому что считаю, что если бы я этого не делала, наверное бы мало что изменилось. Мы должны придавать гласности, вот те ужасы, которые мы видим, я в этом совершенно убеждена. И большой резонанс имели вот такие мои проверки именно после того, как я о них рассказывала на страницах газеты Московского комсомольца. Яла Михайловна, я очень извиняюсь, у нас заканчивается передача, я знаю, у вас много информации. Последний короткий вопрос и может быть короткий ответ. Как вы считаете, Владимиру Путину присуще такое понятие, как милосердие к падшим, сочувствие, внимание? Я совершенно в этом уверена. Вы знаете, многие журналисты надеются на то, что будет там пресс-конференция, потому что именно на ней они могут рассказать про какую-то конкретную историю, только после этого что-то сдвинется. И я помню, как мои коллеги задавали, например, вопросы по женщинам, осужденным за госизмену по СМС, по СМС-сообщению. Совершенно безумные дела были. И каждый раз, когда они про это говорили, женщин освобождали. Я была свидетелем этих освобождений, при мне этих женщин освобождали. Это был акт милосердия. Я общалась с каждой из них. И каждый считает, что если бы тогда журналисты не рассказали о президенте, ничего бы не произошло. И таких историй много. Это не только связано с заключенными. Плохо, что это решается в ручном режиме. Плохо, что нужно каждому достучаться. Но журналисты, вот, например, мои коллеги максимально это используют. Вот я всегда считаю, что на любых пресс-конференциях они стараются рассказать про какую-то конкретную историю, про конкретное содержание или про конкретную беду чью-то. Для того, чтобы было принято решение и потом, как обычно происходит, что-то меняется. Так что я считаю, что это работает. И получается, что это работает за счет того, что конкретный человек проявляет милосердие. Если бы он не был способен на это, он бы этого не проявлял. И я знаю много историй, которые не публичные. Они были как раз про милосердие. Ева Михайловна, буквально пару секунд. Быстрый вопрос и быстрый ответ. Есть ли у вас любимый детектив и любимая песня в жанре шансона? Владимирский Централ. Владимирский Централ однозначно. Ветер северный. Я была в Владимирском Централе сама. Я прям по следам может быть тех строчек, которые были написаны. И много у меня было впечатлений о Владимирском Централе. Там сидели самые известные люди и действительно политические заключенные. Вот в те времена, в советские годы там оказывались те, кто выступал против режима, против государства. Много было поэтов, много было писателей, много ученых. Огромное количество людей интеллигентов и интеллектуальных. Так что Владимирский Централ однозначно. Что касается детектива, детективов я люблю много на самом деле, но, наверное, все-таки в большей степени зарубежных. Спасибо. Ева Михайловна, большое вам огромное спасибо за это интервью. Берегите себя и всего самого-самого наилучшего. Самого лучшего вам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.